Революция буквами. В Запорожье стартовал второй этап первого всеукраинского конкурса среди студентов факультета журналистики. Чтобы стать его участниками, учащимся пришлось написать аналитический матерям на одну из четырех актуальных тем. Жюри выбрало 10 самых сильных работ, их авторы представляют 8 украинских областей. Теперь им предстоит выяснить, кто из них достоин главного приза. Десятка конкурсантов уже готова к новым испытаниям. Среди претендентов на первое место в конкурсе «Революция буквами» и студентка четвертого курса Острожской академии Наталья Середюк. Аналитическую статью, которая вывела ее во второй тур, писала о необъявленной войне. Как на меня, эта тема на сегодня на слуху и она, между всех других, есть главной. Мне кажется, просто не возникает вопроса, почему. Я пыталась проанализовать передумывания и сопоставить их с наслитками, теми, которыми мы имеем уже на разе. Конечно, сделать это через 10 лет будет намного легче, но для того, чтобы уничтожить подобных проблем в ближайшие годы, стоит об этом говорить уже сегодня. Второй этап соревнований максимально приблизил студентов к реалиям журналистской работы. После встречи с жюри получили два часа на написание материала. Выбрать тему участникам разрешили самим. Тем временем судьи делятся впечатлениями от предыдущих работ конкурсантов. Когда я читала 10 этих работ, то получала громадное, во-первых, удовольствие от того, что действительно тексты вот этих работ, здесь уже есть зрелость, какая-то действительно зрелость, и чувствовалась ответственность и изменения в журналистике, которые произошли благодаря событиям, которые случились год назад. Появилась вот эта вот объективность, незаангажированность. Как редактор такой профессиональный, я понимаю, что это работы начинающих журналистов. И, конечно же, если речь идет о профессиональном медиа, то есть работы не очень сильные, есть несколько работ, которые действительно интересны. Радует, что на такие достаточно серьезные темы по евроинтеграции, по крымскому вопросу, по ситуации на Востоке, пишут молодые журналисты. Хотя конкурс еще продолжается, организаторы уже строят планы на следующий год. Надеются, что география участников значительно расширится. Это такой объединяющий конкурс для того, чтобы, наверное, сказать, что Украина все-таки едына, и это здорово. Это серьезная запись для их профессиональной деятельности, и это тот результат, который поможет выявить будущих звезд журналистской деятельности для нашей Украины. В рамках конкурса для ребят проведут мастер-классы журналисты практики. Планируется экскурсия по историческим местам Запорожья. Уже 22 ноября жюри назовет имена трех победителей. Им вручат сертификаты и ценные призы, которые, уверяют организаторы, обязательно пригодятся в будущем.